У России будет собственная структура, занимающаяся заказом передовых разработок в области обороны. Об этом стало известно сегодня после заседания комиссии по модернизации. Президент собрал ее на Раменском приборостроительном заводе, одном из ведущих отечественных предприятий, выпускающих продукцию для оборонки. Дмитрий Медведев сразу отметил, что в отрасли далеко не все идеально. Производство в основном мелкосерийное, контроль качества тоже не всегда на высоком уровне. О том, как будут исправлять ситуацию и кто этим займется, репортаж Павла Зарубина. Чтобы войти сюда, обязательно нужно надеть халаты, воспользоваться автоматом для бахил. Рабочие должны носить стерильные шапочки. Раменский приборостроительный завод. Это фактически одна большая, так называемая, чистая комната. Здесь производят точнейшие приборы для авиации нового поколения. Будь такие на Ту-154, севшего недавно буквально в поле, и совершать такую крайне опасную посадку, и не пришлось бы. И самое главное, он сидит на аккумуляторе. Если он еще не отключается, как на Ту-154. Все отрубилось, он работает. То есть они могли спокойно лететь. Советские и российские истребители, знаменитые на весь мир, летают в том числе благодаря изобретениям ученых из Раменского. Этот прибор, напоминающий кристалл, называется лазерный гироскоп. Их устанавливают на самолеты, вертолеты, корабли, ракеты. По сути, это высокоточная навигация. Не нужны никакие спутники. Независимо от них, ракета все равно прилетит точно в цель. О своих достижениях заводчане рассказывают президенту с гордостью. Временами очень большой гордостью. Мы послали на Массачусетский университет аттестовать наши приборы. Они не смогли определить чувствительность. Не сумели определить чувствительность. Оборудование? Нет, просто нет приборов и методик на таком уровне. Даже не знаю, что делать в Массачусетском университете. Мы можем закрыться после этого. Здесь заметно, многое не менялось с советских времен. И такая ситуация характерна для всей оборонки в целом. Раньше жаловались, нет денег. Теперь деньги появились и довольно большие. Но закупать на них зачастую попросту нечего. Ситуация довольно плохая. Она довольно тяжелая. Как я уже говорил, по целому ряду направлений российский ОПК пока не способен отреагировать на увеличение заказов или финансирование увеличения адекватным ростом выпуска высокотехнологичной продукции. Я не буду приводить примеры по разным причинам. Вы сами их знаете. Но производство по таким высокотехнологичным продуктам в оборонно-промышленном комплексе, к сожалению, в основном остается мелкосерийным. Мы отстаем от индустриально развитых стран и в производительности труда, что неудивительно и в организации производства, и, к сожалению, в области контроля качества, что боком нам вылезает при военно-техническом сотрудничестве. Приходится оправдываться, вносить коррективы. До сих пор ряд российских научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро занимается оптимизацией советских разработок. При этом из федерального бюджета с каждым годом выделяется все больше и больше денег на военно-промышленный комплекс. Даже в кризис здесь был рост. В ближайшие годы финансирование еще увеличится. Общая сумма расходов государства на госпрограммы вооружения составит порядка 22-22,5 триллионов рублей на 10 лет. Согласитесь, в нашей недавней истории таких сумм никогда не было, о них только мечтали. Но эти деньги, понятно, должны сработать эффективно. Модернизация страны, объявленная президентом, вряд ли возможна без модернизации огромного военно-промышленного сектора. Я хотел бы, чтобы те самые деньги, которые мы вкладываем, которые вкладывали в кризисный год, до того, и которые будем вкладывать сейчас, самым активным образом простимулировали в оборонном комплексе инновационную деятельность. Потому как в конечном счете, как и происходило раньше, это должно дать кумулятивный эффект. Но при этом оборонно-промышленный комплекс, естественно, должен стать не только активным потребителем такого рода разработок, но и генератором инноваций. Причем там, где это допустимо, военные разработки вполне могут тесно увязываться с гражданскими. И такие примеры есть. На Уральском оптико-механическом заводе, где вообще-то делают военную оптику, научились делать светофоры нового поколения. Как бы сильно не светило солнце, сигналы видно все равно. Но во всем мире, конечно, знаменита одна из американских компаний, изобретение которой теперь есть повсюду. И подобная организация, которая сконцентрировалась бы на прорывных технологиях в военной сфере, нужна и России. Многие разработки от интернета до GPS в итоге вышли на открытый рынок. Я думаю, что нам следует обсудить вопрос о создании подобной структуры в нашей стране. При этом нужно определить, что это за структура, каковы ее организационные принципы, что она может привнести. Но сама по себе идея, она интересная. И сегодня, скажем откровенно, такой структуры у нас нет. Даже несмотря на обилие различного рода агентств, ведомств. Поручение о создании такой структуры сегодня уже дано. И вряд ли кто-то будет возражать. К примеру, в Госдуме принят закон об инновационном центре в Сколково. И довольно редкое событие. Практически без споров. Павел Зарубин, Игорь Нкулин, Илья Лазарев и Денис Павлов. Вести.